Какие войны могут произойти в 2024 году? Китай и Тайвань Конфликт между Тайванем и Китаем – один из сложнейших и потенциально опаснейших кризисов, поскольку он затрагивает интересы крупнейших мировых игроков – Китая, США, Евросоюза, Австралии и стран Юго-Восточной Азии. Он имеет шансы перерасти в крупнейший конфликт регионального масштаба. Предпосылки конфликта лежат в Гражданской войне, которая началась в Китае сразу же после окончания Второй мировой войны между Коммунистической партией и Национальной партией Китая – Гоминьдан. После поражения в войне гоминьдановцы отступили на остров Тайвань. Обе стороны конфликта долгое время заявляли свои претензии на весь Китай, а Тайвань, он же Китайская республика, даже был членом Совета безопасности ООН. Но в 1971 году Генеральная ассамблея признала континентальный Китай единственным законным представителем Китая в ООН. С тех пор Тайвань остается независимым, хоть и непризнанным государством. Всего 11 стран поддерживают с ним дипломатические отношения. Основным союзником Тайваня выступают Соединенные Штаты Америки, которые еще в 1979 году приняли закон о поддержке Тайваня. КНР воспринимает Тайвань как часть своей территории и стремится к воссоединению, в идеале мирным путем. Но Пекин не исключает и применение военной силы. Почему Тайвань так важен? Тайвань играет ключевую роль в производстве полупроводников, чипов и процессоров. Здесь находится самая дорогая технологическая компания в Азии – TSMC, которая производит половину всех полупроводников в мире и изготавливает чипы для многих других компаний, таких как Apple, AMD, NVIDIA, Qualcomm. Эскалация напряженности между Тайванем и Китаем, который отрабатывал на учениях блокаду острова, может стоить мировой экономике до 10 триллионов долларов только в первый год, то есть около 7,5 ее процентов. Для сравнения, мировой кризис 2008 года обошелся всего в 2 триллиона долларов. Сувалгский коридор. Россия, страны Балтии и НАТО. Сувалгский коридор в западных СМИ называют самой уязвимой точкой НАТО и вероятным следующим местом нападения Путина. Эта узкая полоса земли соединяет Польшу с Литвой и имеет важное стратегическое значение. В случае конфликта России и НАТО, именно здесь союзные войска России и Беларуси гипотетически могут нанести удар, чтобы отрезать страны Балтии от остальной части Евросоюза и НАТО и защитить российский эксклав Калининград. Подробнее о Сувалгском коридоре можно узнать в отдельном видео на YouTube-канале «Настоящее время сюжеты». Венесуэла и Гаяна. Еще один конфликт, который имеет давние исторические корни – спор между Венесуэлой и Гаяной из-за региона Эссекиба. Гаянская или Гвианская Нагорья – один из самых изолированных и малонаселенных регионов Южной Америки. Оно было поделено в XVI веке между европейскими колонизаторами. Португальская Гвиана вошла позднее в состав Бразилии, французская Гвиана до сих пор является заморским департаментом Франции, нидерландская Гвиана теперь носит название Суринам. Испанская Гвиана впоследствии стала Венесуэлой, а британская Гаяна – независимой Гаяной. В XIX веке Венесуэла и Великобритания не раз спорили за эту территорию. Бывшая испанская колония претендовала почти на две трети британской Гаяны, но арбитражный трибунал из пяти человек, в который входили по два представителя – США и Великобритании, а также представитель Российской империи – в 1899 году вынес решение не в пользу Венесуэлы. Гаяна стала независимым государством в 1966 году. В ней тогда проживали менее одного миллиона человек. Это одна из беднейших стран Латинской Америки, и ее главными экспортными продуктами были сахарный тростник, древесина и ром. Венесуэла, обладая крупнейшими запасами нефти, какое-то время занимала четвертое место в мире по ВВП на душу населения. Но в последние 40 лет она переживает один экономический кризис за другим. Сначала из-за сокращения спроса на нефть в 80-е, а затем на фоне популистского правления Угачависа и его преемника, нынешнего президента Николаса Мадуро. В 2015 году компания ExxonMobil обнаружила в Гаяне более 30 высококачественных месторождений нефти. Благодаря им ВВП этой страны за 8 лет вырос в 5 раз. Но Венесуэла на этом фоне немедленно вспомнила о своих территориальных претензиях к соседней стране. В декабре 2023 года в Венесуэле провели референдум, на котором, по утверждению Каракаса, 95% проголосовавших высказались за присоединение региона Эссекиба. Президент Венесуэлы потребовал от иностранных нефтяных компаний прекратить разработку месторождений в Гаяне в течение трех месяцев. В декабре 2023-го президенты Гаяны и Венесуэлы договорились об урегулировании территориального спора мирным путем. Но Венесуэла начала концентрировать войска на границе, а Бразилия и Великобритания выступили в поддержку Гаяны. Зангизурский коридор, Армения и Азербайджан В 2023 году в результате военной операции Азербайджан вернул себя контроль над Нагорным Карабахом, положив конец существованию там непризнанной республики. Но конфликт между двумя странами на этом не закончился. Азербайджан заинтересован в строительстве транспортного маршрута, который бы соединил основную часть страны с эксклавом Нахичевань. В теории коридор мог бы пролегать по территории Армении, но власти и жители Армении решительно выступают против этого проекта. Осложняет реализацию маршрута и тот факт, что Армения и Азербайджан до сих пор не подписали мирный договор. Альтернативным вариантом для дороги в Нахичевань может быть и транспортный коридор по территории Ирана. Страны даже подписали меморандум о намерениях. Но в Армении опасаются, что на фоне военных успехов в Нагорном Карабахе Азербайджан может решиться на продолжение военной агрессии против Армении и попытается захватить кусок ее территории. Подробнее о Зангизурском коридоре можно узнать в отдельном видео на YouTube-канале «Настоящее время. Индия, Пакистан и Китай» В территориальные споры вокруг провинции Джамму и Кашмир вовлечены сразу три ядерные державы – Индия, Пакистан и Китай. В 1947 году Британская Индия, бывшая колония, разделилась по религиозному признаку – на Пакистан, территории, где преимущественно проживали мусульмане, и Индию, в которой преобладало население, исповедующее индуизм. Княжество Джамму и Кашмир, в котором большая часть населения исповедует ислам, но правящая верхушка относится к индуистам, после некоторых колебаний решила объявить о независимости. В регионе начались волнения, а со стороны Пакистана в княжество вторглись полувоенные формирования. Власти Джамму и Кашмира обратились за помощью к индийскому правительству и заявили о присоединении территории к Индии. В результате нескольких войн между Индией и Пакистаном ни одной из сторон конфликта так и не удалось установить полный контроль над всем регионом. Индия контролирует примерно 55% региона, включая Джамму, долину Кашмира и большую часть Ладакха. Пакистан контролирует около 30% территории, включая Азад-Кашмир и Гилгит-Балтистан. Китай контролирует оставшиеся 15% территории, ему их передал Пакистан в 1962 году и претендует на Ладакх, где компактно проживают буддисты. Каждая из трех стран не считает статус-кво справедливым и рассчитывает изменить границы в свою пользу. В декабре 2023 года Индия лишила Кашмир статуса автономии, запретив княжеству иметь свои конституцию, парламент и правительство. Это может привести к новой эскалации конфликта и к четвертой по счету войне между Индией и Пакистаном. Война на Ближнем Востоке. Израиль, США и прокси-силы Ирана. 7 октября 2023 года палестинская группировка Хамас совершила крупнейшую атаку на Израиль, в результате которой погибли более 1200 человек и еще более 200 оказались в заложниках. Ответные действия Израиля включали масштабные воздушные удары по военным объектам Хамас и наземную военную операцию в секторе Газа, что привело к значительным человеческим жертвам, разрушениям и вынудило около полутора миллионов человек покинуть свои дома. Эти действия вызвали международную реакцию и усиление напряженности в регионе. Возросла активность различных группировок, поддерживающих палестинскую сторону. Хизбаллы в Ливане, Катаиб Хизбалла и Харакат Ан-Нуджаба в Ираке и Сирии и Хуситов в Йемене. Сеть группировки оружием и финансово поддерживает Иран. С начала ноября проиранские прокси-силы совершили более 160 атак на американские объекты на Ближнем Востоке, а йеменские хуситы фактически парализовали судоходство в районе Аденского залива, обстреливая и захватывая торговые корабли, якобы связанные с Израилем и США.